Класс был шестой, седьмой, ну и как все мальчишки играл в футбол, баскетбол, волейбол, это все нравилось, этим увлекался, увлекался и граффити, мне очень это нравилось рисовать. Как-то на уроки пришел тренер со своим подопечным, молодым парнем, с регбийным мячом, он рассказал, вот есть такая секция, регби бесплатная, можете прийти, попробовать, если понравится, то, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Сразу были мысли почему-то вот именно американского футболя, потому что где-то ты видишь картинки в книжках, тогда в журналах или где-то по телевизору, именно показывают отрывки американского футбола, то есть вот эти вот мужики в шлемах вот таких каких-то и с огромными плечами, все это, видишь то, что они кидают вот этот мяч, ты думаешь, да, регби это американский футбол, но оказывается, нет, это абсолютно два разных вида спорта, просто схожая форма мяча, это как, я не знаю, волейбол и футбол, мяч, круглый, но две игры абсолютно разные. Начал заниматься, мне это стало интересно, быстро бегал на фоне других ребят, то есть что-то получалось, как-то хитрить, обманывать, и как-то даже завлекло тот момент, когда сказали, мы ездим на соревнования в Москву, вот, мне очень понравилось, туда было, вау, Москва, поехать, посмотреть, там, площадь, Кремль, это все по телевизору как-то было, по телевизору своими глазами увидеть, очень интересно, еще и бесплатно это все было, я думал, вау, классно. Просто увидел, это мальчишки рисовали на гаражах, ну, взял баллончик, что-то попытался написать, ну, понравилось, ну, думаю, почему я не могу этим заниматься, ну, и начал баловаться, рисовать. Сначала у меня был один ник, потом второй, третий, можно было придумывать, так сказать, длинные, они красиво смотрятся, когда их пишешь на стенах, вот, а можно было придумывать короткие, там, из двух, из трех букв, из четырех, вот, и они были короче, и быстрее их было писать, потому что мы рисовали, так сказать, по-шустрому, по-быстрому, пока никто не видит, вот. Вот у меня были три буквы, я себе придумал, сок почему-то, не знаю, сначала хотел сок, потом придумал сок, три буквы быстро, раз, два, три быстренько написал, написал, убежал, отвернулся, не знаю. Когда я начал рисовать, у меня дома все было покрашено, меня так ругали родители, у меня все двери были в точках, в линиях, я все перекрашивал, маме стулья, всякие старые комоды, я в них все рисовал, у меня стол был школьный, да, там, на котором я делал уроки когда-то, вот. Вот, он тоже был весь изрисован, все было в граффити, все было в каких-то эскизах, все в моих никах, в тегах, в общем, все было изрисовано. Если честно, да, у меня были такие мысли, не были, а даже есть такие мысли, вот, поступить в художественную школу, в хорошую художественную школу, выучиться, да, полностью на художника, освоить все азы, их там очень много, и это не так уж и просто, как бы казалось, на первый взгляд, просто рисовать, вот. Это все усвоить и попробовать себя, вот, даже вот в этом стиле, в стрит-арт. Слабину я дал, когда я почувствовал много боли, потому что регби, вид жесткий, такой контактный вид спорта, и тогда мы играли не на траве, в принципе, потому что тогда нам выделяли какие-то школьные стадионы, и мы занимались на юбилейном, там поле было футбольное из ракушки, из песка смешанное с ракушкой, мы там занимались, и то есть, когда ты падаешь, это не очень приятно, в регби падать надо постоянно, даже хочешь ты этого, не хочешь. И мы играли со старшими мальчишками, вот, и они над нами, так можно сказать, глумились, издевались. То есть, где-то бежишь, они не по правилам тебе под ножку поставят, где-то без мяча тебя толкнут, а ты как мелкий, худой, ты, естественно, падаешь, и больно падаться, биться костями, блин. И я как-то раз после тренировки заплакал даже от того, что все это больно, колени счесаны, и сказал, нет, я больше на тренировку не приду, это больно, зачем оно мне надо, я пойду лучше играть в футбол. Вот, но не тут-то было, так сказать. И позвонил тренер и прочитал такую нотацию, мол, ты хороший парень, у тебя есть перспективы, ты молодец, ты схватываешь на лету, в общем, давай занимайся, и у тебя все будет впереди, все хорошо, у тебя отличное будущее. И он меня как-то переубедил, я в это все поверил, и пришел, начал дальше заниматься сквозь зубы, боль, или хоть мне это не нравилось даже местами, но я начал от этого даже получать удовольствие. Когда у меня начало получаться, у меня получались, начали, там, захваты, какие-то обыгрыши, там, вот, я начал от этого получать удовольствие. Ну и все, я уже от эту мысль откинул, в принципе, занимался и занимаюсь по сей день. Много у кого есть клейкухи, так сказать. Меня очень часто называют сок, вот прям, даже, можно сказать, постоянно меня называют. Вот, как бы это ни обидно, это, знаешь, уже прижилось, и считается как, не знаю, как вторым именем даже, я тебе так скажу. Потому что вот много кто знает, и даже ребята с других команд, с других регионов просто знают, даже не знают моего имени, но знают мое прозвище. И как-то где-то, знаешь, обращаются именно по прозвищу. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра, в одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Вот так. В детстве, знаешь, понты дороже денег, как говорится, да, и в детстве я блатовал, нет, нет, кто меня не знает, там, типа, ты знаешь, кто мой брат, кто Андрей Губин, да ладно, это вот прям певец, да, у тебя фамилия Губин, да, Губин, нифига себе, типа, и что ты там, он мне машинку там купил, подарил, там, еще чего-то. Ну, было дело, да, брал. Первая победа, это была вот чемпионат России, для меня это было что-то, нечто, да, там, чемпионат России, ты был чемпион России. Я признал, да, это очень горд, как-то вообще хорошее настроение от этого всего. Я уже тогда занимался в команде мастеров, это был 2010 год. Да, мы тут же играли на стадионе труд, я тогда попал в команду. Мы прошли как раз много турниров, ездили по городам, и, как я помню, за турнир в команде нашей ни одной попытки не занесли, то есть мы были вообще саморезультативные на протяжении, там, четырех туров. Вот, и тут у нас был финальный тур в Краснодаре. Конечно, в финале мне не пришлось поиграть, меня не выпустил тренер, так как я был еще тогда совсем, так сказать, зеленый, молодой. Вот, ну, были эмоции вообще невероятные, так как ты уже в составе, ты здесь, ты чувствуешь эту всю энергетику, энергетику публики, поддержку родных, близких, вообще всех людей, кто был здесь, да. Ну, эмоции очень такие бурные, прям, когда еще мы, когда первый раз мы кидали Сан Саныча в воздух, один кругом, это вообще так прикольно. Победа, которая была такая сейчас большая в моей карьере, для моей спортивной жизни, это вот я сейчас ездил на Кубок нации за сборную России по РГ-15, вот, и там мы заняли второе место, то есть мы стали серебряными призерами, такого в истории вроде как не было, никогда Россия не выигрывала второе место, где были, наверное, много шансов было занять и первое место, но судьба так сложилась, получилась, значит, наверное, так надо, и в следующем году можно попробовать опять свои силы, возможно, завоевать этот Кубок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, наверное, был 2013 год, 2013 год. Это было в городе Дубае, вот, тогда мы выступали там на мировой серии, в Крэгбер-7, вот, и когда я, ну, в общем, находившись на этом стадионе, ощущаешь всю энергетику там, люди совсем по-другому проигрываются, у них это как какой-то праздник, как какой-то фестиваль, люди туда не приходят в обычной одежде, они наряжаются в костюмы каких-то героев с комиксов, либо с каких-то там сериалов, либо с мультиков, все разрисованные, каждый болеет за свою сборную, там, то есть идет веселье, все веселятся, кричат, музыка играют, весь стадион подпевают этим песням, в общем, энергетика очень, вообще, здорово, я тогда был удивлен от этого всего. И когда я выходил на поле, аж, ну, немного трусило волнение такое, от того, что ты играешь, во-первых, за сборную, ты представляешь, да, свою страну, как бы от этого трусило, и от того, что, ну, столько людей на тебя смотрят, в России такого нет, как бы нету такого давления, а тут все смотрят, и там люди очень сильно понимают регби, они освистывают каждое действие, либо, наоборот, восхищаются и аплодируют твоему действию. Вроде элементарно ты куда-то там подрезал, ушел в сторону и начинаешь убегать, прорывать, да, линию, весь стадион это видит, ощущает и начинают хлопать, свистеть и приветствовать это. У нас, конечно, такого нет, к сожалению, пока что. Эскиз я просто долгое время подбирал, отнесся к этому как-то более серьезно, потому что, так сказать, ходить с этим рисунком всю жизнь, вот, поэтому я очень долго в интернете подбирал эскиз, я нашел сначала эту рыбу с головой дракона, все это в японском стиле, нашел ее, этого было мало, я начал искать цветы, цветок я выбрал лотос, так как это стильный цветок, несмотря на свои условия, в которых он растет, да, там, в загрязненных, в болотах, там, он необыкновенно красивый, вот. Вот, и я выбрал себе вот цветки, сам уже составил, где они будут лежать, ну и все просто, и мастер это все взял, совместил, чуть-чуть добавил своего креатива, и получилась очень красивая татуировка, я считаю. Я нисколько не жалею, что она получилась такая, в общем, мне нравится. Я за муда не гонюсь, были просто длинные волосы, вкладывал на бок, они росли, 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 и кто-то, даже не помню, кто, типа, говорит, а что ты дульку себе не завязываешь? Я такой, блин, ну, смотрю, ну, много людей, начал замечать то, что много людей, на самом деле, ходят с этой дулькой. Вот, я такой думаю, блин, ну, прикольно, ну, прикольно, когда еще, конечно, за бороду, так как у меня борода не растет, вот, я думаю, ну, попробуй себе отрастить. Ну, и начал отращивать потихонечку, и вот уже буквально месяца полтора, я как начал уже завязывать эту штучку. Ну, вроде прикольно смотрится, ну, конечно, многим не нравится, и маме не нравится, что ты как девочка, сними, но я пока хочу так походить. Был такой момент, наверное, класс, это был пятый, и тогда, наверное, модно было мелирование. И у меня тетка, парикмахер, и вот к ней приезжал, мы стриглись у нее постоянно мелкие, и вот она мне покрасила как-то под волосами, как-то какую-то одну прядь покрасила, и то есть, ну, немножко было видно эту линию мелирования, я крутой ходил, ну, тогда это было круто, модно, знаешь, нежели сейчас. Сейчас, конечно, я такого точно не сделал. Со сборной Новозеландии я встречался, сталкивался, можно сказать, неоднократно, но они танцуют этот танец только когда побеждают, то есть, когда они выигрывают полностью турнир, тогда они идут на поле, остановятся и танцуют они вот эту хаку свою. Я был очень удивлен, когда ты смотришь вроде видеоролики какие-то, где-то записи этих людей, как они играют, как они это все делают, и ты тут приезжаешь, и ты находишься с ними рядом. Вообще, когда я выходил на поле против Новой Зеландии, я у меня вот так вот трусило, я не верил, думаю, блин, как так, ты вроде смотришь только по телевизору, где-то по интернету, и ты тут вот идешь им, руки жмешь этим всем, вроде как звездам, да, в нашем рогбинном мире. Есть там такая традиция, кто первый раз приезжает, выходит играть, либо кто первый раз занес попытку в матче за сборную России, тот исполняет любую песню на свое усмотрение. И когда мы уже ехали в автобусе после игры домой в отель, мы запевали песни. Я вот пел песню весь автобус, на меня так объявили, там, такой-то, такой-то, так-так-то, споет песню, я там встал в автобусе, как мог спел, все похлопали, посмеялись. Я пел песню группы Любе, Атас называется. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, за столом засиделись не зря. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, ловят банду и главаря. Я хотел очень поехать к себе в станицу, у меня там живут родственники, здесь недалеко, да, там, станица Медведовская. Вот, хотел очень поехать в свои крестные на день рождения. Я прогулял школу, ушел, забрал деньги, которые мне давали сдать на питание. Я это все втихаря сделал, приехал, пришел на вокзал на второй, все, выждал время, электричка. Я сел на электричку, думаю, не буду я платить. И, в общем, я поехал с Зайцем, я вижу, что идет кондуктор. Я был в первом вагоне, он с последнего пока дошел, я уже проехал где-то около четырех станций, осталось немного. И как он подходил ко мне, к моему вагону, я уже ждал, остановка. Я выбегал, бежал два вагона назад, забегал опять в электричку и все, и спокойно доезжал две остановки, либо три. А кондуктор просто уже прошел, естественно, пока обратно будет идти, у меня уже не будет. Это вот, наверное, такой безумный поступок. Приехал, крестная была очень сильно удивлена, так как, блин, я мелкий, мне там где даже, ну, сколько мне лет было, ну, 12 мне было, 11 точно, да. И я приехал такой сам, один, без родителей, без никого. Она вообще сначала удивилась, сначала меня подзатыльник отдала, говорит, а почему ты один? А потом такая, блин, я очень рада, очень круто, блин, ты мой любимый, ты до сюда, и, в общем, угостила меня тортом. Вот так вот. А вот к остальным игрокам, несмотря на крупную победу, у главного тренера Трифиолова остались претензии. Я вспоминаю, что у нас был этот опыт, мы были журналистами там несколько дней. Интересно, да, я бы даже, наверное, еще раз попробовал что-нибудь вот именно вот этого характера сделать. А если что-то из нового, то я всегда за, мне очень интересно осваивать другие профессии, где-то побывать, как сказать, в чужой шкуре. Ну, что-нибудь бы я, наверное, в офисе попробовал эти вот волокиты с бумагами какими-то, что-то отдать, написать, напечатать. Попробовал бы, наверное, еще что-нибудь с оформлением каких-нибудь, наверное, праздников и банкетов или что-то такое. То есть придумать людям праздник, да, они приходят, те же самые свадьбы, да, там какие-то люди все приходят в этот зал, все украшено, все в цветах, в шариках, в ленточках, они такие, вау, здорово, классно, музыка играет приятная, тут кто-то что-то говорит, предлагает какие-то конкурсы там, то есть, ну, вот это все весело. Это организовать на самом деле не очень просто, мне кажется, но с моим юморком, наверное, так, я бы, наверное, и креативность, я бы, наверное, что-нибудь такое тоже, мне кажется, необычное и крутое бы придумал. Были мысли, что же делать, если закончится карьера. Ну, первым делом в голове приходит, за что делать, надо идти работать куда-нибудь, надо где-то себе пробовать. Я бы начал, наверное, пробовать элементарного там, у нас продавца какого-нибудь, то есть у тебя, не знаю, идет общение с людьми, ты начинаешь объяснять и как-то, ну, даже не уговаривать, а убеждать человека купить что-то, да, мне кажется, это тоже как-то интересно. Так-так-так-так-так-так-так, наговорить ему, так, Влад, это хорошая вещь, возьми, дружище. Был у меня опыт, я подрабатывал грузчиком, я ездил по доставкам, привозил людям, там, разные строительные материалы, увозил мебель и так далее. Были такие трудности, ну, ничего страшного, знаете, никто не обламывался, это деньги. И надо понимать то, что, блин, надо брезговать. И пошел, поработал, попыхтел, вот тебе деньги, пожалуйста. Ну что, вот и все, завершенная работа. Кубань-24, Краснодар. 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 Кубань-24, Краснодар.